У нового тренера национальной женской сборной как с женскими, так и с мужскими командами. С баскетболистками Днепра Кирилл Большаков добыл титул чемпионок Украины 2007 года, а с игроками запорожского фэра дважды выигрывал Кубок Суперлиги. Предыдущий сезон Большаков провел в итальянском канту в качестве и главного тренера, и спортивного директора. Кросс влево, ушла в средину, пошла на проход. Снос, экстра-пас, атака. На посту наставника главной женской сборной страны Большаков сменил Владимира Холопова, который работал с командой с 2013 года. Под его руководством украинки без единого поражения прошли квалификацию Евробаскета 2017, но в финальном турнире заняли лишь десятое место. Большаков высоко оценивает работу своего предшественника. Безусловно, здесь была видна рука и Владимира Холопова, и видна была степень подготовки высокой нашей девочек. Их высокий потенциал был виден невыраженным взглядом. Что не получилось в финальной стадии. Команда не была таким единым костяком. И действительно, здесь нужно поднять эмоции, объединить девчонок в одно целое, и добиться результата путем и командной хорошей игры, командной химии, которая должна дать результат. В расширенном списке сборной сейчас 30 игроков. Среди тех, кто не смог приехать на сборы в Киев из-за начала предсезонной подготовки в клубах, лидеры команды Алина Ягупова и Людмила Науменко. Среди дебютанток сборной Юлия Мусиенко, Кристина Карп и Ксения Афанасьева. У остальных уже есть опыт подготовки в националке. Новый тренер проводит тренировки в интенсивном игровом темпе. Тут мне более как на выносливость тренировки. Там более-более тактика, защита, а тут более на выносливость. Мы работаем, больше двигаемся, мало отдыха. Ну, тяжело сначала, просто мы уже как-то собрались, все еще не готовы, как бы, ну, никто не тренировался, так бы, сильно. Такая подготовка, все немножко дохленькие, но ничего, вырабатываем все понемногу, уже немножко, с каждой тренировкой легче, более сильнее становимся. На разминке мы уже устаем. У нас уже сто потоп с нас сходят. Ну, тактика, техника, броски очень много уделяют внимания. Как бы, ну, сбор очень мало времени, как бы, за этот промежуток времени нужно все успеть, немного подготовиться для дальнейших сборов. Сбор продлится до 20 августа. В следующий раз девушки соберутся через три месяца, уже накануне первого матча квалификации против команды Нидерландов. У нее в гостях 11 ноября. Также соперницами украинок в отборе на Евробаске 2019 станут сборные Болгарии и Испании. Последняя – одна из лучших на континенте. Если Испания соберет три национальных сборных, первую, вторую, третью, и каким-то фантастическим образом выставит третью сборную на чемпионат Европы, то эта сборная будет тоже одним из претендентов на высокие места. Болгарская команда, ну, наверняка, понятно, уровень пониже, но любая команда, как Болгария, так Голландия, вполне может преподнести любой сюрприз. И мы должны быть к этому готовы. Чемпионат Европы 2019 года пройдет в Сербии и Латвии. В финальном раунде сыграют 14 команд. 8 победительниц групп отборочного турнира и 6 лучших команд, занявших второе место. Надеемся, среди них будут и украинки. Елена Дедух, Андрей Павлынев, Антон Куйница, ЮЭй ТВ.